и друзья всем всем привет сегодня я собираюсь пересадить каменную розу вот смотрите вот такой вот цветочек видите вот этот один цветонос я его уже обрезала сейчас я ее достану и покажу вам почему я хочу ее пересадить вроде бы такие знаете недавно поливала неплохие корешочки но что-то она мне не нравится поэтому я сейчас вытащу ее и мы посмотрим что с ней не так может быть только придется снять этот торфяной стаканчик и посадить в эту же в этот же горшочки по обрезать вот эти вот гнилые сухие корни ведь и даже вот эти вот зеленые получаются они тоже никакие эти корни смотрите вот я ее как купила видите вот так она у меня и стоит в этом горшке вот поэтому я всегда пересаживала раньше всегда сразу пересаживала цветы ну вернее орхидея отделяла от орста стакана и пересаживала но последнее время я этого перестала делать и смотрите что происходит с этими орхидеями эту орхидея я купила сейчас вам скажу когда восьмом месяце видите в август месяц получается 21 года и вот она все время стояла своем стаканчики вот которому ну вот сейчас видно что вот эти вот два корешочка вот этот и вот этот начали раскопливаться поэтому вот это все ненужное я сейчас отрежу и посажу ее видите она вроде бы подливала и зеленые корешки но она не наполнялась хорошо не напивалась воды и явно не хватало влаги раз я пообрезаю вот эти все корни вот вот это вот все что у нее вот это вот останется вот это все сухое вот это вот все сухое вот так вот наверно после вот так вот аж получается и надо будет сейчас взять фитоспорин и все это смазать фитоспорином вот это вот видите сколько сухих корней смотрите какая у нее попка у нее чистая вот сейчас надо еще по вот эти вот по обрезану по счищать вот эту шелуху вот так вот я ее по счищаю все зачистить вот это место которое я срезала я сейчас обработаю перекисью водорода и поставлю просушиваться и приготовлю пока фитоспорин вот так она будет лежать немножечко просушиться ну что друзья она немножечко подсохла вот стоит я тут приготовила еще вот вы видите кору у меня кора ови и приготовила вот такой вот фунгицид фундазол я все горю фитоспорин фитоспорин фундазол чуть-чуть забыла как называется в общем сейчас я и вот вот такую вот кашицу сделала и сейчас я и намажу эту попку вернее шею то многие обижаются когда я говорю попку ну в общем вот так я и намажу эту шею вокруг и опять оставлю ее на какое-то время подсыхать она подсохнет и тогда мы ее посадим завтра у меня полив всех орхидей завтра буду поливать орхидеи и уже видимо на днях буду наверное стараться пересаживать там есть некоторые орхидеи азиатские которые мне надо пересадить потому что надо было уже давно это сделать но с этими всеми событиями руки не стояли вообще что-либо делать да и сейчас принципе знаете не очень хочется чем-то заниматься вот уже просто приходится вот через не хочу хотя я понимаю что орхидеи же не будут ждать если они не дай вдруг там чем-то заболеют или начнут портиться то они же не будут ждать пока месь у меня появится настроение или еще что-то или вдохновение поэтому взяла себя в рубки и начинаю заниматься своими орхидеями постепенно вот так постепенно и начну заниматься и своим шитьем еще в общем оставляю в сторонку пускай немножко подсохнет а здесь вот в этот же горшочек я видите уже закинула уже закинула я вот кору в общем какая у меня есть вот это вот хочу убрать вот кору получается ове закинула положила немножечко мха и буду ее засыпать вот старый к корой вот это и немножко размешивать этой корой и буду еще также немножко немножечко докладывать мха вот у меня здесь мог стоит вот видите это все что у меня осталось как то так в общем ждем пока месь она высохнет ну что друзья прошло время шейка подсохла я его листочки еще немножко попшикала витаминным раствором вот такой вот витаминный растворчик у меня есть и сейчас буду сажать вот так вот мира много я не нормально так буду засыпать старой немножко немножко новой корой ну теперь думаю что сейчас она все-таки это орхидейка оживет и будут чувствовать себя немножко получше завтра у меня полив орхидей завтра я сегодня уже его поливать не буду завтра вместе со всеми орхидейками я ее полью вот так вот будет выглядеть моя каменная розочка ну что друзья смотрите вот так вот где-то здесь вот один корешок вот единственный видно оси все вот здесь вот по вот этому по верху расположены думаю что у нее пойдут от шеи новые корешки и она вот еще один видно корешочек вот такая вот красавица мы все ставлю ее это кашпо и до завтра пускай еще вот эти вот листочки еще чуть-чуть подсохнут и поставлю на место ой надо вот это вот поставить сюда название орхидейки вот так все друзья спасибо вам всем за внимание и до скорой встречи смотрите вот так вот у меня был стоять это орхидейка все всем пока пока до следующих встреч